Одна из ваших любимых рубрик на канале это аксессуары для вашего дома и Apple техники. В этом видео покажу крутые чехлы, которые подойдут для любых iPhone, также быстрая зарядка, которая сможет зарядить очень быстро все, что у вас есть в доме, несколько подставок для ваших устройств и крутой держатель, который, как оказалось, очень удобен в работе. Буду очень рад, если поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Начнем с чехлов, потому что это один из самых популярных вопросов, которые есть в комментариях. Что это за чехол и где его заказать? Так вот, это чехол от Ugreen и заказать вы его можете в описании к видео по ссылке. Чехол очень качественный, он выполнен полупрозрачно, видно там Apple лого, виден дизайн, который Apple закладывала, и плюс камера открыта. Для меня это огромное преимущество, потому что я люблю, чтобы камера не закрывалась. Все кнопки в отличном доступе, они спокойно прожимаются и проблем с нажатием на кнопки тут никаких не будет. Ну и внизу все разъемы в доступе. Чехол не пожелтел, я его использую 3 месяца и на это вы тоже можете рассчитывать. Дело в том, что тут пластик достаточно плотный и, ну чтобы ему пожелтеть, я не знаю, что с ним должно произойти. Есть как вариант просто с кольцом MagSafe, а есть вариант вот с таким кольцом MagSafe, который можно выдвинуть и использовать как подставку. Данные чехлы можно выбрать под цвет вашего устройства и выглядит это реально очень круто. Если вы любите прозрачные чехлы, то вот просто отличный вариант. Он прозрачен, имеется только кольцо под MagSafe, виден дизайн iPhone 14 Pro Max, на который он одет, и тут закрытая камера. Ну и кнопки, они точно так же в открытом доступе, то есть вы ни в коем случае не столкнетесь с этой болью. Я такое переживал, когда кнопка просто не прожималась. У этих чехлов такой проблемы нет и ссылки на все вот эти три чехла будут в описании к видео. Далее подставки для телефона. И это на рабочем столе просто топовая вещь. На прикроватной тумбочке это вообще пушка, потому что телефон не занимает места и висит как бы в воздухе, таким образом освобождая пространство вашей прикроватной тумбочки. Поставляется это в таких коробках, вы просто распечатываете эту коробку и видите саму подставку. Огромное преимущество, что она из металла, она очень увесистая. И поэтому ваш телефон с нее точно не упадет. Механизм очень плотный, он не должен расшататься. И на самой подставке есть прорезиненные элементы, которые не дадут вашему телефону поцарапаться и не дадут поцарапаться той поверхности, на которой данная подставка стоит. Эту вещь вы можете разложить или наоборот сложить для переноски. И на рабочем столе это очень круто. Выполняет функцию хранения устройства и выглядит очень круто. И стоит эта вещь не всех денег мира. Ссылка на эти подставки тоже есть в описании. Предпоследнее устройство это быстрая зарядка Ugreen Nexot. Она на 100 ватт и выполнена по технологии GAN, поэтому она не будет перегреваться или как-то вредить вашему устройству. Распаковываем коробок. И первое, что мы видим, это сам блок зарядки. Он достаточно плотный. С одной стороны имеет прорезиненные ножки. Да, эта вещь должна постоянно стоять на вашем столе. И на самом деле это удобно. Вам не нужно тянуться там никуда к розеткам. Просто поставили один раз и все порты сразу перед вами. Еще в коробке вы найдете дополнительный коробок, в котором есть инструкция. И также силовой кабель с нашей вилкой. Он прочный и качественный. Что у нас по разъемам? Здесь три USB Type-C и один USB-A. Первые два USB Type-C имеют скорость зарядки 100 Вт. И это отлично подойдет для ноутбуков или планшетов, где такая скорость зарядки нужна, чтобы заряжать большую батарейку быстро. Третий USB Type-C, который рядом с USB-A, он имеет скорость зарядки 22,5 Вт, как и USB-A соответственно. Поэтому это уже медленнее. И, например, можно заряжать iPhone или какие-то любые телефоны. Если одновременно подключаете несколько устройств, 2, 3 или 4, то в инструкции вы сможете найти, какая в этом случае будет выдаваться мощность зарядки. Вот этот скрин перед вами. Можете видео поставить на паузу и понять, что будет, когда вы будете заряжать 2, 3 или 4 устройства одновременно. Мощность зарядки распределяется на все подключенные устройства. И в целом это достаточно быстро, даже если вы все 4 порта будете использовать одновременно. Во-первых, сам блок не перегреется и будет выдавать отличную мощность для зарядки ваших устройств. Точно так же, как полезное дополнение вашего рабочего пространства, тут у нас вот эта быстрая зарядка и тут металлическая поставка. Блин, выглядит шикарно. Втыкнули iPhone рядом и он там себе начал заряжаться. В общем, выглядит интересно и несет себе полезный функционал. Ссылка на блок тоже есть в описании. Последнее, это настольный держатель для вашего телефона или планшета. И как говорил классик, Что вы творите, мушечки? Вначале распаковка. Посмотрим на коробок, здесь мы видим нарисован сам держатель. И я люблю, когда то, что нарисовано на коробке, выглядит точно так же, как это будет установлено. Так вы сразу понимаете, что вы покупаете. Внутри коробка первое, что нас встречает, это сам крепеж для вашего рабочего стола. С помощью вот этой ручки он регулируется. И под разную толщину стола вы можете спокойно установить данный держатель. Сверху есть отверстие, в которое зайдет сама установка. И она сбоку фиксируется вот таким винтом. То есть, все зафиксируется отлично. И проблем с тем, что что-то будет болтаться, я уверен, 100% не будет. Второе, что идет в комплекте, это сам держатель для вашего телефона. Он на пружинах, он раздвигается. Поэтому сюда отлично влезет как и телефон, так и планшет. В принципе, любых диагоналей. Позже посмотрим на примере iPad'а. И внизу коробки нас встречает сам механизм держателя. Как я и говорил, он выполнен из металла. Он покрашен в черный цвет и выглядит реально топово. Он достаточно увесистый, его можно раздвинуть. И позже, когда вы все установите и настроите, как вам нужно на рабочем столе, вы сможете с помощью вот этих крутилок как бы зафиксировать положение данного держателя. Сборка очень простая. Берем крепеж для рабочего стола и фиксируем на столе в нужном месте. После этого берем саму установку и вставляем ее внутрь крепежа. Фиксируем с помощью вот этого болта. Теперь мы настраиваем эту установку так, как нам нужно. Допустим, я вот буду использовать это с планшетом во время работы и понимаю, где мне нужно, чтобы располагался планшетом для просмотра видео или какой-то информации. Ну, допустим, я это вижу вот так, я художник. Далее берем крепеж и вставляем вот этот круг внутрь крепежа, зафиксировав фиксатор. Все, установка готова к использованию. Теперь вы сюда можете вставлять телефон или планшет. Как я и сказал, это очень полезно для работы. То есть, в качестве второго дисплея можно спокойно использовать iPad для вывода какой-то информации, соцсетей или чего-то такого, когда вы работаете. То есть, тут как бы сценариев использования огромное количество. И каждый выберет для себя, как можно применить данный держатель, телефона, планшета или какого-то другого устройства. На этом все, ребята. Вот такие вот полезные аксессуары для вашего дома и для ваших iOS-устройств были в этом видео. Все ссылки на эти продукты есть в описании к видео. Там можете заказывать прямо с доставкой к вам домой. На этом все. Буду очень рад, если поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok